Решение двух задач. Не могу сказать, что я буду делать их до самого конца сейчас, но я прокомментирую некоторые из этих задач и покажу, как их решать. Первая задача звучала следующим образом. С какой высоты нужно спустить машинку. Там была траектория некоторая дана. Сейчас покажу. Там было что-то вроде мёртвой петли. Так, теперь нам нужно... Ой-ой. Раз. Непростая эта работа рисовать. Если у нас здесь кривые, интересно, нет? Да. Получше непросто. Несколько грубовато, но что поделаешь. Итак, мысль заключалась в том, что если у нас есть некоторая машинка на колёсиках и мы её спускаем, скажем, вот отсюда, то какой высоты должна быть эта уступка? Какой высоты он должен быть, чтобы машинка смогла проехать вот эту точку по сути дела, то есть мёртвую петлю сделать и не отвалиться от поверхности круга. То есть я хочу напомнить, в чём была идея. В том, что если вы сделаете высоту очень большой, скажем, бесконечно большой, скажем, 10 километров, миллион километров, я сейчас говорю очень условно, то понятно, что скорость машинки будет такова, что она в любом случае проедет вот эту точку. Если же вы сделаете уступчик слишком маленький, то машинка либо вообще не доедет, либо она, проезжая в это положение, может отвалиться. То есть, например, она поехала сюда, а когда здесь перевернулась, она просто возьмёт и упадёт вниз. Например, из этого положения. Или из этого положения. Или даже из этого положения может взять и упасть вниз. Вот. То есть, на самом деле существует какая-то минимальная высота, которая позволяет машине проехать через кольцо смерти. Назовём его так. Через данную петлю. И нам нужно найти, какова это высота. При условии, что, кстати, я забыл вам сказать, что есть ещё радиус данного этого круга. Радиус равен R. Радиус равен R. Программа, пока выбрали по интернету, позволяет создавать похожую картинку. Вот я хотел показать. Смотрите. Вот мы берём тут скейтбордиста, запускаем его. Я уже создал здесь некоторый круг. Смотрим. Он бежит. Бежит точнее. И... И как-то вот не очень. Не очень я смог доехать. Ну, хотя бы на этот поехал. Вот. Сейчас мы вот повисит чуть-чуть. Если повыше сделать, посмотрим, что будет. Вроде как бы шансов побольше уже. Но... Тоже. Тоже не очень получилось. Теперь попробуем, если круг сделать поменьше. Отлично у меня с рисунком получается. Ну, не очень круг, но, мне кажется, концерт понятен. Посмотрим, как бы повезёт ли нам в этот раз. Не нам, точнее, ему. Ну, тоже нет. Слушай. Слушайте, несправедливость. А если ещё поменьше? О, красота. Причём, понятно, что если я буду делать круг теперь ещё, 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 ещё меньше, то он точно будет проезжать. То есть, если я сделаю круг ещё поменьше, то, мне кажется, ни у кого же не вызывает сомнений, что он точно сможет проехать. Ну, видно, что он проезжает. Сейчас мы вернём его назад. Вот. В этой связи, на самом деле, вопрос заключается, какова должна быть минимальная высота, чтобы он мог проехать этот круг. Скажем, если мы вернём круг в исходное состояние, то понятно, что наступает такой момент, скажем, вот я сейчас уже подозреваю, что этой высоты точно не хватит. Посмотрим сейчас. Вот. Мне кажется, отвалится. И... Да. Отвалился. Вот. И вопрос заключается в том, на какой же высоте надо его спускать, чтобы он прокатился. Смог проехать этот круг. Причём, не причём, а вот это как бы смысл задачи. Первое, что интересно заметить, что задача не меняется от того, что я меняю вот эту траекторию движения этого скейтбордиста. будет. Другими словами, если я сейчас сделаю вот так вот, а трения у меня нет, то он всё ещё не проедет. О, ужас. Он ещё даже слетел гораздо раньше. Да. Мы постараемся не сделать так, чтобы он не слетел. Проехал. А если сделать ещё более острый угол? Ну, не пролетел. Не цепляется он на меня. Смотрим. А если вот так? Ну, не важно. Важно, что он сейчас не пролетает. Сейчас мы сделаем так, чтобы он прокатывался. И посмотрим, зависит ли это от того, по какой траектории он двигается. Итак, вот он у нас сейчас пролетел. О, нормально. И у него товарищ на место. А теперь предположим, что он у нас чуть-чуть выгнут вот так. Так. Это означает, что у нас, на самом деле, в данной концепции, которую мы сейчас разработали, есть некоторая ошибка. Это значит, что он где-то учитывает силу трения. Потому что, видите, оказывается, что, пока из того, что мы видим сейчас перед глазами, да, оказывается, что траектория его влияет на всю задачу. Иногда он прокатывается, иногда нет. Но в той задаче, которую я вам предлагаю, пока не верю, пока. Будем считать, что ситуация идеальна. То есть, здесь идеальный такой полукруг. И он, действительно, когда катается, неважно, как мы нарисовали картинку, он все равно, скажем, пролетает этот круг. Вот как сейчас. И прокатился. Отлично. Итак, нам нужно найти вот эту минимальную высоту. Сейчас мы эту линейку найдем. Вот это, скажем, какая-то высота. Отсюда будем мерить. Вот в данном случае, скажем, при высоте 9 метров, он проезжает круг диаметром 5-7-7 метров. Но это не доказательство, конечно. Это просто мы нашли. Чтобы измерить. Нашли с помощью измерения. Кстати, у нас есть какие-то другие скидбордисты. Я вдруг понял. Ему больше не нравится. Нет, мне тоже не нравится. Собака не больше не нравится. Вот. Что я хотел заметить. Предположим, он у нас не проезжает, а падает. Давайте сделаем чуть пониже эту высоту и заметим, что он падает. Итак, у нас собака едет, 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 едет. Сейчас я буду поэтапно смотреть. Смотрите, собака сейчас оказывает на данный круг давление. Если мы смотрим, вот она едет. И вот наступает момент, когда давление собаки, то есть, по сути дела, сила, с которой собака давит на этот круг, она уменьшается. Видите, собака уже задним колесом, например, не трогает кольцо. Смотрим дальше. Вот и передним уже не трогает. Всё. То есть, другими словами, наступает такой момент, когда давление собаки на данный круг равно нулю. по большому счёту. И как раз, по сути дела, именно этот момент, когда собака перестаёт давить на поверхность колечка, и есть тот момент, когда она, по сути дела, отрывается от поверхности кольца и начинает своё падение вниз. Вот. Видно. Так вот, в нашем случае важно, чтобы этот отрыв произошёл в этой точке. В крайней. То есть, в самом-самом верху. Почему нам это важно? Потому что, если мы найдём ситуацию, при которой собака, скажем, отрывается от этой крайней точки и падает вниз, то это означает, что если скорая собака будет хотя бы чуть-чуть больше, то есть, высота станет хотя бы чуть-чуть повыше, собака точно уже проедет весь круг. То есть, мы найдём граничные условия, условия, когда собака всё-таки проезжает данный круг. Вот. Итак, давайте пробуем решать. Нужно сейчас… Итак, вот у нас сейчас собака находится, скажем, в этой синей точке. Давайте посмотрим, какие силы… Давайте сейчас разберёмся с логикой того, что мы будем делать. То есть, с логикой, как мы будем решать. Первое, что мы сделаем. Нам потребуется определиться с высотой. На какой высоте должна находиться изначально собака, чтобы проехать этот круг. Какова логика наших поступков? Буквка А. Сначала нам неплохо бы найти, какие силы действуют на собаку в данной точке. В точке, когда она касается верхнюю часть этого кружочка. Итак, смотрим. Значит, у нас есть верхняя часть кружочка. Красная она была у нас. Собака у нас была синяя. Действуют следующие силы. На неё действует, без сомнения, сила тяжести. Сила тяжести. И второе, что на неё действует, это сила реакции опоры. Но, в нашем случае, мы считаем, что это крайний граничный момент. И собака уже колёсиками не давит на поверхность круга. А это означает, что сила реакции опоры, N, в данном случае, равна нулю. Понятно, что если мы возьмём, повторюсь, высоту повыше, то есть будем запускать её уже отсюда, то тогда сила реакции опоры появится. Но, в нашем случае, мы рассматриваем идеальный вариант, точнее не идеальный, а граничный вариант, когда в данном случае она равна нулю. Если мы сделаем высоту ниже, чем при нашем граничном случае, то собака отвалится ещё раньше. А если мы сделаем высоту выше, чем при нашем граничном случае, то собака отвалится позже. Не правильно сказал. Не позже отвалится. То собака проедет данный круг. Это наивысшая точка. В этой связи, по большому счёту, нам нужно найти такую высоту, чтобы в данной точке давление собаки на круг и, соответственно, реакция опоры, то есть данного круга на собаку, была равна нулю. Дальше утвердить, что раз она при данной высоте, скажем, реакция опоры равна нулю и она при данной высоте отваливается, то если мы возьмём скорость хотя бы чуть-чуть побольше, чем ту скорость, которую мы сейчас найдём, она уже точно проедет. Это, повторюсь, это граничная ситуация получается. Итак, из второго закона Ньютона следует, что сумма всех сил, действующих на данное тело, равна произведению массы на ускорение. Но на данное тело действует всего одна сила, а именно сила тяжести. Поэтому мы записываем, что сила тяжести равна произведению массы на ускорение тела. Что это за ускорение? В данном случае тело движется вскоре, движется по окружности, а это означает, что на самом деле это ускорение является центростремительным ускорением. И по формуле, которую мы проходили в кинематике, центростремительное ускорение равно отношению квадрата скорости линейной поделить на радиус той окружности, вдоль которой двигается тело и по которой двигается тело. Итого у нас получается формула, что сила тяжести МЖ будет равно произведению массы на квадрат скорости на радиус. Причем скорость можно отметить, она направлена вот сюда. Скорость. Сокращаем массы и обнаруживаем, что G равно V квадрат на R. и на этом можно пока остановиться. Ситуация, с одной стороны, стала попроще, потому что мы смогли каким-то образом использовать то условие, что собака отваливается от колечка. Но, с другой стороны, не сильно проще, по той причине, что мы все равно не знаем эту скорость. То есть, с другими словами, знали бы мы скорость собаки в этой точке, мы могли бы однозначно сказать, отваливается она или нет. Скажем, если это условие выполняется, то собака отваливается. А если вот условие не выполняется, то собака не отваливается. А если быть совсем точным, то получается, что V в квадрате равно G умноженное на R. И V равно корень из G умноженного на R. Вот. В этой связи вот оно условие. То есть, если скорость равна вот этому, по сути дела, то собака не отваливается от колечка. Или, если быть совсем уж точным, то это граничные условия. Если скорость чуть-чуть побольше, чем эта скорость, то она уж точно не отваливается. А если скорость ниже, чем эта скорость, она точно отваливается от данного круга, в данной точке падает и ударяется головой. Итак, обобщая, первое, что мы сделали, буква А, мы использовали то условие, что собака вообще отваливается, не отваливается от круга и так далее. Связав это явление, отваливается она или нет, с силой реакции опоры. То есть, мы использовали это условие про силу реакции опоры. Нам понадобится эта идея чуть дальше, с шайбой. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Второе, что нужно обратить внимание, это то, что мы воспользовались вторым законом Ньютона и уравнением для центра стремительного ускорения. Теперь, вообще говоря, далее нам потребуется как-то узнать эту скорость. Эту скорость вы будете находить из закона сохранения энергии. Потому что данная тележка имеет некоторую полную энергию в этой точке, в точке 1. И имеет, безусловно, некоторую полную энергию в точке 2. И эти полные энергии, что в точке 1, что в точке 2, по закону сохранения энергии должны быть одинаковы. Тем не менее, в точке 1 у тележки есть только потенциальная энергия. В точке 2 у тележки есть и кинетическая, и потенциальная. А это означает, что, используя это уравнение для закона сохранения энергии, вы сможете выразить оттуда скорость. А выразив оттуда скорость, или наоборот, подставив это уравнение в то, за место скорости, вы сможете найти изначальную высоту. Я решать до конца не буду, потому что это, мне кажется, уже несколько глупо. Посмотрите дома сами, как ее решать. Но основная сложность была именно вот в этих уравнениях. Продолжение следует...